Всем привет! Меня зовут Жалдак Евгений. Я руководитель компании Goodwill Stroy. Мы занимаемся отделкой и дизайном в городе Краснодаре. И сегодня я хочу вам представить видео обзор квартиры площади 130 квадратных метров в самом центре нашего города. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Продолжение следует... Изначально это была стандартная трехкомнатная квартира. После перепланировки мы получили три полноценные спальные комнаты, зону кухни-гостиной, две ванны и кладовую. Мы разобрали полностью все межкомнатные перегородки, сняли всю оставшуюся штукатурку от застройщика и заменили коммуникации. Все межкомнатные перегородки мы выложили из забутовочного кирпича. Это самый надежный и прочный вариант, на мой взгляд. Можно вешать любую мебель, полки, телевизоры, все что угодно. Мы полностью заменили всю электропроводку, включая ввод электричества в квартиру. Также здесь установлена система «Умный дом» с функциями управления климатом, освещением, некоторыми группами розеток, световыми сценариями, а также режимами «Добро пожаловать» и «До свидания» и функция управления шторами. Нашими электриками в этой квартире было уложено более трех километров кабеля, установлено распределительный щит. Давайте теперь посмотрим поближе. Здесь у нас установлены 19 автоматов на группы освещения и бытовую технику, а также 6 диф-автоматов на группы розеток. Ниже у нас щит управления «Умного». Большая часть стен в этой квартире под окраску. Краски английские, «Литл Грин». Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, как я уже и говорил, мы сняли всю оставшуюся штукатурку от застройщика, перештукатурили стены по маякам, пошпаклевали под обои, оклеили ремонтным флизелином. Это надежный и проверенный временем армирующий материал, который предотвращает появление микротрещин в процессе эксплуатации. Далее мы пошпаклевали флизелин еще на три раза финишными шпаклевками, и только после этого приступили как раз к стенам. При штукатурке стен все углы мы выдержали под 90 градусов. Также в отделке у нас присутствует рейка из термоясеня, мягкие шпанированные панели, художественная роспись, фреска и декоративная штукатурка. В этой квартире установлены двери Софья, скрытые из серии Skyline. В этих дверях нету наличников и доборов, только полотно и алюминиевая коробка с двух сторон. Фишка ее в том, что в закрытом состоянии создается впечатление, что дверей вообще нет. Напольное покрытие у нас инженерная доска, уложена она на фанеру в хаотичном порядке. Стыковка с плиткой выполнена без зазоров и переходных порожков. Плинтус скрытый из МДФ под окраску. Ниша под него делалась на стадии штукатурных работ. Ее размер рассчитывался из толщины напольных покрытий и размеров самого плинтуса. Монтировался и красился он после окраски стен и монтажа всех напольных покрытий. На фото вы видите, как эта ниша выглядела в процессе штукатурных работ. Во всей квартире потолок из гипсокартона. В зоне кухни-гостиной в два уровня с нишами для скрытой подсветки. В остальных помещениях в один уровень с нишами под шторы. Потолок и все ниши мы также пошпаклевали, оклеили ремонтом с лизелином и окрасили. В процессе шпаклевки потолков и стен мы используем проявочный свет, чтобы устранить все малейшие погрешности поверхности до окраски. В нише установлена мощная светодиодная лента и при ее свете видно, что потолок идеальный. Это кладовая комната для удобства доступа и обслуживания. Сюда мы вынесли узел учета воды, также установили самопромывные фильтры, грубые очистки и регуляторы давления фирмы Honeywell. Установили проточный водонагреватель на случай отключения горячей воды и подключили систему смягчения воды. Душевая комната. Находится она в спальной зоне, отделена от нее стеклянной перегородкой. Стены у нас облицованы крупноразмерным керамогранитом. Здесь мы использовали эпоксидную затирку для заполнения швов, что очень актуально для душевых комнат. Основные ее преимущества это полная гидроизоляция швов, равномерный цвет без пятен и переходов, а также долговечность. Установлены здесь встроенные смесители, которые состоят из внутренней части. Она монтируется на стадии сантехнической разводки. И наружная часть, которая устанавливается после всех облицовочных работ. В душевой установлен термосмеситель с душевой лейкой и тропическим душем. Сам поддон сделан в строительном исполнении. В данном случае мы выложили его из газобетонного блока. Сначала устанавливается трап, затем выкладывается поддон, делается разуклонка, делается гидроизоляция самого поддона и стен в зоне душевой. Далее все облицовывается плиткой. Также здесь на момент укладки плитки был установлен алюминиевый профиль для монтажа стеклянной перегородки. Еще здесь мы установили инсталляцию для унитаза, гидиенический душ и электрический полотенцесушитель. В детском санузле вместо плитки в отделке стен использовалось современное декоративное покрытие микроцемент. Финишным покрытием служит защитный лак, который закрывает все поры декоративной штукатурки и защищает от проникновения воды. Такое покрытие ничем не уступает по своим гидроизоляционным свойствам плитки или керамогранит. На экране ванны мы установили ревизионный люк скрытый для того, чтобы можно было добраться до сифона, поменять его или почистить. Также здесь мы установили инсталляцию с подвесным унитазом, гигиенический душ и электрический полотенцесушитель. Спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, этот видеообзор был для вас полезным. Стоимость всех наших работ на этом объекте составила 1 миллион 550 тысяч рублей. Если вам нужна качественная реализация вашего дизайн-проекта, вы можете обратиться лично ко мне. Я приеду на ваш объект, отвечу на все ваши вопросы и посчитаю для вас смету. Всем спасибо, до новых встреч!